О прошедшем первом международном фестивале Тувинской баранины и станет ли он ежегодным, поговорим в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра экономики Тувы Ринат Чедомбаевич Оржа. Здравствуйте. Ринат Чедомбаевич, фестиваль уже позади. Как прошли в целом эти два дня? В первую очередь хочется сказать, что они прошли, как говорят, первый блин комом, но у нас не комом, а на хорошем, достойном уровне прошли. Приняли участников больше 20, в том числе из зарубежных стран, Монголии, Китай. Нам показалось, что первый день, по крайней мере, 500 человек, 400-500 человек ко всем подошли, многие из них попробовали блюда. Во второй день порядка 100 человек точно пришли и смогли ознакомиться с блюдами. Давайте уточним, первый день это республиканский этап, второй день это уже международный. Какие самые главные условия были для участников? Да, первый этап, он был на Тосбулаке, он проходил в юрточном городке, с шатром. Главное условие, вот если брать по критериям санитарным, то наличие медкнижки, наличие, что у них ресторан есть, мы должны были приехать, посмотреть, что у них ресторан есть, функционирует, и они должны были своевременно оформить заявку. Вот мы это и проследили. И главное условие, самое главное условие? Самое главное, чтобы они со своими интересными блюдами выступили. То есть в каждом ресторане есть свое какое-то коронное блюдо, как правило из мяса, и они должны были вот это свое блюдо из мяса туинской баранины в лучшем своем образе продемонстрировать. Самое главное условие. Кто входил в состав жюри? Кто оценивал участников? В состав жюри очень опытные люди участвовали, в том числе, допустим, представитель из гильдии поваров. Это по Сибирскому округу представители из Новосибирска были. Также мы в состав жюри посчитали необходимо включить, допустим, Роспотребнадзор. Это контролирующие органы, чтобы мы знали, что никто у нас, так скажем, не отравится после того, как попробуют баранины. И те, которые... Ну, вот любители, которые знают хорошо вкусовое качество мяса, так скажем, из народного жюри тоже мы людей подключали. Самое главное условие я хотела подвести вас к тому, что обязательно участники должны были готовить из мяса туинской баранины. Кто предоставлял мясо? Ну, в первую очередь мы хотели бы поблагодарить нашего генерального спонсора Евраз Меджиги Уголь. Они, соответственно, определили призовые места, призовой фонд для победителей, какие-то организационные нерасходы на себя взяли. Министерство сельскохозяйства в плане предоставления барашек они помогли. Вот, наверное, основные, кого надо обязательно отметить. Республиканский был этап и международный. В республиканском этапе, ну, вроде бы мы все живем в Туве, и нас как бы нечем удивить. Все-таки наши повара чем уделили? Мы ожидали, что в основном все блюда будут, ну, как мы говорим, язехан, и мясо, ну, классическое, как мы его варим, жарим. Ну, на самом деле, оказалось, что наши рестораны, наши, как его, производители блюд, они очень тоже изысканно могут интересно приготовить. То есть кто-то это делал отдельно на костре, кто-то это делал, жарил, кто-то варил. Разнообразие было большое. Даже наши представители, они, то есть кто как мог, они интересно по-разному приготовили. То есть не было одинаковых блюд, вот это точно. Жюри оценивало, ну, в первую очередь, вкусовые качества, еще, сервировка. Сервировка в обязательном порядке, обязательно соответствие санитарным нормам, обязательно вкусовые качества, как бы просто и презентационно. Правильно, и презентовать блюда, это тоже, как бы, искусство. Вот эти моменты, ну, гильдия поваров Сибири, я думаю, они оценили, ну, по достоинству. Ну, думаю, что те повара, которые приехали к нам в гости, это уже международный конкурс. Как же они все-таки, вот, из баранины, вот, что они приготовили? Вот мне интересно. Ну, вот, из того, что, допустим, было, вот, хочется сказать, допустим, райден, они приготовили баранью ногу, томленную в вине, вот, они сказали, что 8 часов они ее, так скажем, томили. Мне показалось, вот это блюдо очень интересно. Или, допустим, баранья печень в жировой сетке под фирменным соусом, анчелусы, там, каперсы, масло оливка и так далее. Из Монголии представители, очень интересно, вот, вот мы, допустим, внутренности барана варим по отдельности, они как-то так делают, чтобы это превратилось в один большой конвертик, и внутри там с овощами все вместе, тоже, походу, приготовили только в духовке. То есть это овощи в желудке? Из желудки, да, барана, то есть это смотрелось очень интересно, экзотично. Нам кажется, такое блюдо, ну, в ресторане, наверное, очень дорого будет стоить. Какие же все-таки отзывы у приезжих поваров от увинской баранины? Они, по крайней мере, когда выступали на стадионе Хуреш во время борьбы, посвященной на дому Хуреша, ну, отозвали, что им очень понравилось, что они в следующем году с удовольствием снова приедут. Если мы будем проводить этот фестиваль снова, не знаю, недовольных, вот, гостей у нас точно нету. Все сказали, что мы постараемся, обязательно, то есть не постараемся, а приедем в следующем году. Какие же результаты? Ну, в международный этап у нас первое место занял кафе Кепель Дркези, это у нас Козели кафе такое есть, Руслан Чашол, там шеф-повар. Второе место у нас занял шеф-повар ресторана «Мясо-мясо», это город Уфа-Башкирия, Константин Минеев. И третье место у нас занял шеф-повар из «Борчи» Илдашева, это АЭС-групп Новосибирск. В общем, это первые три места. Также у нас по народному голосованию в финале победил Райден, то есть людям больше всего, оказывается, блюда Райдена понравились, то есть мы по системе лайков их определим. В оригинальном этапе у нас лидеры определились там столичные, тоже Пель Дркези на отборочном этапе, и Буян Бадырга, вот такие у нас были финалисты. Ренат Чудамбаевич, все-таки это был первый кулинарный бой в Туве в таких масштабах. Можно ли сейчас говорить о том, что этот фестиваль станет ежегодным? Ну, мы сейчас потихоньку готовим справку на имя главы республики Шелкова Лечка Роула, так как это изначально была его инициатива. То есть надо туинскую баранину, как вы знаете, уже начали продвигать за пределами Тувы, то есть Московская область, Красноярск, Новосибирск. И надо это, чтобы по прибавочной стоимости мы могли бы, наши животноводы могли бы больше зарабатывать. Мы должны ее популяризировать, в том числе и в гастрономическом каком-то компании, чтобы рестораны именно ее брали по дорогой цене у наших чабанов. Но справку надо приготовить такую, чтобы точно мы понимали плюсы-минусы, то есть все-таки издержки очень немаленькие оказались в этом фестивале. В следующем году, если примется решение, то это будет уже ежегодный фестиваль. Может быть, лет через 10-15 это главный фестиваль будет по баранине, допустим, ну, по крайней мере, в Азии. Можно к этому привести, или в России. То есть стратегически, если мы подведем к тому, что фестиваль баранини, вот у любого человека в мире спросят, где это проходит, то будет говорить Туве, мы, так скажем, достигли своей цели. Вот то же самое, допустим. То есть это будет наш собственный бренд? Да, ну, как один из вариантов брендирования Тувы, так скажем, на международной арене. Вот, допустим, мы же знаем, что все проходят, если уж карнавал, то Бразилия. Ну, все вот это знаем. То есть как-то надо попробовать вот эту вот именно самую вкусную баранина, она находится в Туве, вот это вот понятие застолбить за собой. Вот стратегическая такая мысль есть. А вот если подытожить вот фестиваль баранины, который уже прошел, те повара, которые приехали там из-за рубежа, из других регионов, они обмениваются как-то опытом с нашими поварами? Учатся у наших поваров именно? Ну, да, вот те, которые приехали, как правило, ну, вот представители российских, так скажем, ресторанов и индустрии, они из внутренности почти ничего не готовят. Для них это в новинку было посмотреть, как это у нас, как это преподносится, как это приготовят. Они этим были очень заинтересованы, да, вот это стоит отметить. Они еще обещали нам, что будут в своих городах, в странах тоже сообщать, что вот такой интересный фестиваль был, в следующем году будут агитировать других участников. Если мы сможем сделать более масштабно в следующем году, я думаю, это только плюсом будет для наших фермеров, для наших предпринимателей. Все-таки фестиваль проходил в первый раз. С какими-то проблемами столкнулись? Общее, организационное, вопросов было достаточное количество. На самом деле, организационный комитет сработал очень слаженно. Под руководством представителей хурала, представителей города Козелодина, Ивана Иванова. Очень слаженно команда сработала. Все-таки тяжело проводить в поле. Мне кажется, если проводить в следующем году, то это надо большой какой-то ресторан, холл убрать. А финал, то, что мы провели на Центре Азии, это хорошо. То есть продемонстрировать, но готовить все-таки в поле, это очень проблематичный вопрос, как оказалось. А мы хотели, чтобы люди и средства массовой информации все могли бы увидеть, как это производится, самое интересное. В чем именно состояла проблема готовки в поле? Это, во-первых, пыльно было или как? Погодные условия какие-то? Погодные условия, пыль, возможно, да. И все-таки под открытым солнцем тоже. Плюс еще плиты где как ставить, электричество как проводить. Все-таки организационных моментов очень много возникало. А может быть, каких-то ингредиентов, например, в Туве нет? Нет, по ингредиентам замечаний у нас от участников не было. Практически все ингредиенты, которые были, мы обеспечили. В смысле, они и просили. Я бы хотел еще сказать, что по нашему приглашению сюда приехала съемочная группа из НТВ. То есть вот это «Поедем, поедим». Они 17 сентября покажут, Джон Уоррен, про Туву, про Тувинскую баранину. Всех зрителям можно пригласить, чтобы они вечером по НТВ это посмотрели, эту передачу. Спасибо, что пришли и рассказали нам про фестиваль. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был первый заместитель министра экономики Туве Ринат Четамбаевич Оржак. Редактор субтитров А.Семкин